Иван Милятмасея, 27 глава, 30 стих. И плевали на него, и взяв трость, били его по голове. Вот я сейчас говорил о том, что не надо спорить. Есть такое выражение, да плюньте на это. Легко запомниться, что я говорю, не спорить и учиться плевать. Учиться не спорить и учиться плевать. Ну и что это за учение плевать? Вы сейчас увидите, что этому очень многие не обращают на это внимания и не могут правильно плюнуть. На кого плюнуть, не знаю. На что плюнуть? Мода. В мире. Плюньте на нее. Не держитесь за моду. Вот эти разные разрезы на платье, большой или маленький. Это мир уже засасывает человека. Мода. У мужчины косичка. Бороду подрезают. Не спорь с Богом. Бог так сотворил. У женщины нет бороды. А если у женщины борода растет, все понимают, что-то неладно с гормонами. Что-то нехорошо. Так точно. Мужчина, когда брит, называется женоподобное лицо. По поп, по вакууму, называется блудодейное ересь. Бритие бороды связано с гудом. И не надо толковать, не надо спорить. А ты плюнь на эту моду. Разрезы разные. Это не нужно. Написано, одевайтесь, как приличный святым. А как приличный святым? Вот армия. Но сейчас она другая стала. А ведь и в войну, и в каких трудных условиях было. До одной пуговки все застегнуты. Иначе с тебя защит. Фронт, грязь, пши. Не важно, должен быть застегнутый, стоять, подтянутый. По форме. Сзади складки собрать. Иначе тебя знают на волну страх, и в страхную роту пойдешь. С кем ты споришь? С мирской властью. Бог так установил. Бог обращает внимание на какие-то кисточки, на одеялья надо сделать. Из какой льна и шерсти, чтобы вместе не было. Не думайте, что Богу больше нечем заниматься. Он нам указывает, как, где копыта, где рака сжигать. С какого места сала собрать, привезти в жертву. За этим кроется смысл. Вы обратите внимание, иногда на корову заходят. Она заходит, и кажется, ну, как лошадь вступает, и она у ней, площадь широкая, нога. И вдруг разрез. Не просто лохнута, а разрез до самого конца. И держатся два копыта, совершенно отдельно. Даже в темноте ты пощупаешь, что узнаешь, у кого широкий, глубокий разрез, глубокий. Бог так сделал, и об этом говорит. И спорить не надо. По-моему, это неплохо у коровы, чтобы так было. Иначе там у нее попадают, что-то сыр, повреждения чаще бывают. Не спорь с Богом. Да вот на это да, твое плюнь. Иерус, 30 глава, 10 стих. Они гнушаются мной и не удержатся плевать перед весом моим. Он говорил о каких-то людях. Их, говорит, отцов. Я с псами стат моих не поместил бы. Они, малыши, издеваются. Они кривляются. В ваших детях заметно такое, как вот у нас тут была одна, ее дети. Как их увидят, ты идешь, стаж, а они прячутся. Это совершенно ненормальное явление. Я просто еду мимо. Они сразу раз, забежали за другой дом. Это признак хулиганства. Эти тут, те двое ребятишек, которых я знал, они оба стали бесноватые. Оба. Совершенно ненормальные инвалиды, получают пенсию в 18 лет. Вы научитесь делать психологический анализ. Ты наоборот научишься старшим идиотам или едет, чтобы стали поприветствованы. Я говорю только о некоторых. Другие дети очень ласковые ваши. Всегда поздороваются, идут. Потому что учат бабка, учат мать. У них сразу заметно, это дети. Где они занимаются, они куда-то бегут, прячутся, спрашивают, чего ты побежал? Увидел, что я еду. Ну, вижу за дом. Нет, я ничего не может ответить еще. Почему? Потому что повреждение настолько глубокое, его уже нет здесь. Я говорю, бейте тревогу. Дети должны все время искать старшего. Родители. Не с глаз у них бежать. С глаз бежать, это значит, никакого водительства ему нет. Нету, это кони обознаны будет. Исайя 56. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Леса моего не закрывал от поругания и от плевания. Это наш Господь. Что означает плевок? Это презрение. Бывает, допрашивают человека, и вот его уже на расстрел, если он ничего не мог, так я, говорит, плюнул. Плюнул, да еще в лицо плюнул. У нас был здесь человек, знаете, перед батюшкой плевал. Все вы тут такие, батюшка говорит, все плевки эти соберешь, потом и проглотишь. Ему пришлось с кровью глотать потом. В любом народе плевок означает презрение, крайнее оскорбление. Изначально этот антифрис Иванов заповедь написал, никогда не плюйте на землю. Это неверно. Но с плевками нужно быть осторожным. Отойди осторожно в сторону, чтобы никто не видел. Даже это сделать и то надо как делать. Все везде заплевано, захаркано в городе. И написано, плевали на Господа. У них больше ничего не было, кроме плевков. Человек из этого и состоит. А я, говорит, Господь, не закрывал лицо мое от поругания и оплевания. Матфея 26,67. Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Мне пришлось читать в одном житии святых, как положили враги иконы и заставляли всех перешагнуть, наступить на нее и плюнуть. Тогда остались живые. А рядом река течет на мосту. Кто не подчиняется, рядом стоят с саблями и сразу рубят. И, говорит, одна девочка подошла, заплакала, отерла и поцеловала. Господи, как заплевали тебе вчерашние богомольцы. Ходили в храм, молились. Она погибла, но оставила память по себе. Нужно уметь не только плевать, но и утирать тех, кто заплеван несправедливо. Заплеван, то есть молвою может быть. Плохие слова им говорят. Встань на защиту. Восстань. Вторая Маковейская, 6.19. Он предпочитал славную смерть опозоренной жизни. И он добровольно пошел на мучения и плевал на эти жертвы. Когда меня судили, вспоминают, вышел заместитель начальника нашего учреждения, где я работал. Хороший мне характеристику дал коммунист. Но припомнил, что я ему сказал. Я был свободен, начальник охраны. И он говорит, сегодня ты свободен, вот завтра май будет первый. Флаги, помоги там, там все вот это, вставить их надо где-то. Я ему сразу сказал, если я к красному флагу прикоснусь, я целую неделю буду плевать, все руки смело мыть. И он это судьям сказал. Мне пришлось пояснять, почему. Это кровавая тряпка, пропитана кровью лучших людей мира. Что вы наделали с этой тряпкой везде? Не бойтесь сказать, и не бойтесь даже плюнуть. Я плею на все остальные идеи, которые против Христа. Серахом 29.14 Если подуешь на искру, она разгорится. А если плюнешь на ней, и погаснет. То и другое выходит из уст твоих. Что-то не ладится где-то. Сядь дома посоветуй. Вот я говорю, жены здесь редко ведут мужей за собой. А жена многое может сделать. Он не спокоен, не знает как. Ты подойди к нему. У тебя столько возможностей. Да скажи, велико ли это дело? Да плюнь ты на этот разговор какой-то. Ну что ты смущаешься? Сверхто мужчины более ранимое. Он меньше живет. Плюнь на это. На эту искру, которая разгорает. А если подуть, раздувать, подкладывать туда. Это такие они все тут. Дальше она разгорится, пожар уже не погасит. И хераха пущет плевать. То есть пренебрежение должно быть высказано к этой мелочи, из-за которой разгорается. И не потушить потом этот пожар. Левит. 15.8. Если имеющий из течения плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежду. То есть слюна оскверняет другого. Верующего это не оскверни. А наоборот, за это оплевание получишь награду от Господа. Если тебя помосят, а ты благодаришь Бога, награда с тобой. Если буквально плюнут, то и тогда скажи, за это я получил награду. Были два брата, хорошие, мудрые философы. Их называют братья начертанные в житиях святых. Ну и им написали, выжгли железом каленым, каленым железом на лбу. Их вину, что они не покорились императору и не приняли. И они встали и говорят, вот с этим щелом я подойду к райским обителям, и ангел сразу посторонится, пропустит меня. Вот как надо. Враги так и попятились. Эти оплевки я все принесу туда. Не только слезы, где я плакал от других, а всякое поношение, что лгали, обманывали, клеветали. Я все это приставлю Господом, и ангел посторонится. Вот так надо смотреть. Дьявол таких слов терпеть не может. Дьявол очень не любит, когда ты славишь Бога. Для него это самое нестерпимое, свое смирение перед страданиями. Смирение, он говорит, терпеть не могу. Я вам, может, молиться. Спасить ему не надо учиться, он вообще не верт. Он не спит, он бодрствует непрерывно. А смирение, говорит, не переношу это слово. Ты ему и гвозди этим делом, смирением. С тобой так поступили, я благодарю моего Господа. Враг голоден, накорми его. Слегчи себя. Я считал, Абурн, братья, такой был мученик. Он неправославный. Вместе с женой страдали они десятки лет, мучились в Румынии. А когда власть сменилась, они пригласили одного человека, и она его, ухаживая за ним, кормила и поила его. И только потом в конце осозналась, что я та, которую ты привязал и в Дунае топил, всех моих детей ты расстрелял, родственников моих ты уничтожил. Я все тебе прощаю. Большего удара он не мог получить. Когда мы скажем, что мы о врагах молимся, мы их спасаем. Я обращаюсь к своей биографии, когда я пришел в прокуратуру после освобождения, и заместитель, он генерал, и он говорит, наверное, проклинали нас за то, что с вами так поступили. Я говорю, мы молились за вас всегда, чтобы Бог помиловал вас. Так он перед всеми прокурорами это заявил. Он говорит, сразил меня этими словами, я-то думал, как, я бы тоже тебя ненавидел, если бы не Христос. Христос мне повелел молиться за вас. И после этого еще неоднократно встречался, и он расположен полностью. А судья приехал у меня книги купил. Вы, наверное, детей наших проклинаете? Нет. Я рад Господе, я обязан сделать так. Мне трудно это, а потом Бог уничтожает, и видишь, они ничего плохого мне не сделали. Они меня спасли, может быть, от смерти. На воле на меня сильно многие злились, а подбрасывали записки, что с нашими детьми работал, тебе не жить. Я старался с ребятишками работать, благовествовать им. Может, Бог меня от смерти спас тюрьмой. Эта вечность не только откроется. Поэтому на все остальное в плюнь, как будто ничего и не было. Число 12.14. И сказал Господь, если бы отец ее плюнул ей в лесо, то не должна ли была она стыдиться семь дней? Итак, пусть будет у нас заключение семь дней, и мне стану. Решла Мариана. Дети, не раздражайте родителей своих. Написано. Чтущий отца и мать будет долголетен на земле. Будете непочтительнее к родителям, жизнь ваша укорачивается за каждое непокорение. Мне пришлось с одним отступником беседовать. Ему 90 с лишним лет было. Он все принимает от Бога, но не могу понять, почему я долго живу. Я и родителей-то не особо посчитал. Ему это запало. Ну, значит, что-то другое тебя Господь нашел. Ты хочешь жить долго? Нормально, чтобы жизнь была. Чти родителей. Не выходи за дверь, пока не благословишься. Благослови меня, отец. Я пошел. Как за это благословение Исаак боролся и горько рыдал. Отец, неужели у тебя одно благословение? Второй сын подходит. У отца хватит на вас благословения. Я не буду знать, где вы находитесь, где вас искать. Не смотрите на стихии мира. Если отец плюнет в лесу, то снесли дней, она будет, как оскверненная дочь. Когда отец махнет рукой и скажет, я ничего не могу с ним сделать, этот сын, вот и пьяница. И положит руку ему на голову, и увы, к воротам города и побьют камнями. То есть отец знал, что означает руку положить на голову. А ты сегодня имеешь возможность во время молитвы положить руку дочери на голову и помолиться за нее, чтобы отступил от нее злой дух непохорства. А сыне помолиться, что это беснование отошло от него. Сегодня клади на него руку. Не бойтесь на молитве совершить это. Бог благословляет родителей, которые заботятся о детях. И детей благословляет, которые чтут родителей. А все обычаи мира о том, что дети самостоятельны, это личность, наказывать нельзя, это сатанинская выдумка, плюнь на это. У нас один закон, наказание. Ведь по всем законам сегодня, которые в Америке везде, человек не может отец родителей наказывать. Если он наказывает, и мать сказала, он пришел вчера, сына там ремнем отпорол, вот сразу отцу, вот два месяца живи вне дома, а ты приближешься там ближе двух километров, тебя посадят. Это и в Австралии, и в Америке. Вот такой разврат сеют масоны. А Библия говорит, не жалея розги. На все остальные законы плюй. Иногда обвиняет отца, что он наказывает ребенка. А я на это говорю, да если он его наказывает, и ребенок так бурно ведет себя. А если Бог не наказывает, что бы из него было? Вы наоборот помолитесь, чтобы Бог дал мужество этому отцу делать это не во гневе. Все остальные законы, которые противоречат закону Божьему, достойны только плевка. Почему? Да когда принимали крещение, ты уже плевал. И так трижды отрекаешься. И крещение говорит, да не плюнь на него. Плевали? Да не куда-то, а через землю и плечо. А сатана, может, эти плевки давно нам уже возвратил, что по его законам начинаем жить. А сатана это стихия мира, это законы мира. Мы плюнули на все это. Когда меня здесь судили, тоже говорили, а вот вы детей наказываете, конвенция прав, ребенка не разрешает. Я плюю на эти законы масонские. У меня один закон Библии есть. Никакого решения суть не вынес. У нас Библия есть. Святая Библия говорит, не жалей розги, не возмущайся криками ребенка. Ты накажешь его, а он не умрет. У тебя дождь, потеряй сон. Усиль надзор, чтобы она не опозорила тебя. Усиль строгость. Строгость в исламе такая, что если она не девушка до замужества, ее сразу отец своими руками зарежет. Подумайте об этом. Нигде не оставляйте на одну минуту ребенка, как у нас в лагере. Мы стараемся не только минуты, полминуты одних не оставлять. Я перед родителями не несу моральную и уголовную ответственность. А это ребенок, хотя и перед Богом еще и не так ответственен, как вы. Это ваше сокровище, драгоценность, с которым вы явитесь перед Господом. И скажешь, вот я, слава Христу, а вот дети мои, благодарю тебя Господи, что дал мне святую и православную веру, что я не в секте, что я строго их воспитывал. А на все остальные законы я плевал всю жизнь. Старозаконие 25.9. Тогда невестка его пусть пойдет к нему, в глазах стареешь, и снимет с тапог его, с ноги его, и плюнет в лицо его, и скажет. Так поступает с человеком, который не созидит дома брату своему. Был закон, что если брат умрет бездетным, то надо было второму брату, моложе, он хоть и в два раза ее обязан был, жениться на ней, чтобы ребенка первого навеличать именем умершего. Ну а бывали такие, которые ни под каким видом не ходил брать, я знал, что характер у нее скверный, да и при том жены на производстве не работали, а попробую прокормить эту прожорливую особу. И они не заботились, не брали, и тогда ей давно было право снять с тапог, и с тех пор он будет называться домом Разутова, и плюнуть ему перед всем народом. Вот думаю, что она копила слюни-то, но не 10 раз, только один раз. А это в духовном плане надо понимать. Кто не созидит дома, тот дом Разутова не идет на благовестие. Не идет. И уже может сам Господь плюнул в лицо этим людям, которые не думают созидать церковь Божию. Церковь Божия это дом Божий. Я не говорю, что только православная, это там, где есть священство. Это Божья церковь. Ее надо созидать. Восстанавливать. Марка 7.33. Иисус вложил перцы в свои уши и плюнув, коснулся языка его. Вот целительная слюна Христова. Спросили одного епископа, скажите, вот другие были тоже монашеского звания, академию кончили. А почему? Они не епископы, а вот вы именно епископ. Как узнать, на кого избрание? Он говорит, на кого Бог плюнет тот епископ. В этом глубокий тоже смысл. Бог плюнул на него. Иоанн 9.6. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из пленовения и помазал брением глаза слепому. Можно сказать, Господи, только не отвергнется от меня, не плюнь на меня. Но пленовение сделай на глаза мои. Это самая лучшая мать, которая возвращает в человеку зрение не коррекция какая-то, не телесное зрение возвращает, а духовное. Плюновением Господним и плевками, которые люди мира плевали на Христа, получается великая награда на небе. Значит, согласиться надо с тем, что мы призваны не только веровать, но и страдать за него. Мы не знаем, что будет завтра. И надо научиться сегодня смирять. Зато говорят, да лучше бы ударил, чем такое поношение переносить. Особенно от детей трудно переноситься. Моя мама как-то собралась к одному из своих десятерых детей в Москву и отпросилась на целый месяц. Проходит меньше недели, заявилась домой, в чем дело. Потом она осозналась, что сын сказал ей, не лезь ты ни в свое дело, сядь и сиди. Ей показалось так оскорбительно. Говорит, муж меня бил, так оскорбительно не было. Как от детей трудно переноситься. Я говорю просто чужие слова, но, видимо, так оно и есть. Самое большое, что оскорбление, боль, это от детей. Не досыпало, с трудом таким рождало, и дети этого не ценят. И этого никак нельзя не вернуть. Ничего уже не поправить нельзя. Исать, Господи, прости меня, дай мне пленовение Твое, чтобы глаза мои видели, что же я делаю. Златоуз говорит, не спеши засыпать, дай отчет за день. Вот сейчас ангел придет этой ночи, ноги легли не встали, дыхание остановилось. И что же мы скажем? Вот это исследование, оно ставит преграду другим исследованиям, что правильно, как речь поставлена, жесты, все это важно. Но самое важное отношение к нам, Господа. Чтобы его пленовение, вот это, дало нам такую масть, чтобы мы видели прошлое, прославили за то, что его оставили, за настоящее, в котором он охранит, и заранее благодарили за будущее. Аминь. 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 Продолжение следует...